Жених на миллион! Кировские полицейские рассказали об удивительном случае мошенничества. На днях женщину бальзаковского возраста в социальных сетях обманул виртуальный ухажер. Он представился военнослужащим другого государства, отправлял фотографии, засыпал комплиментами. Для того, чтобы приехать на первое свидание, попросил у дамы сердца 800 тысяч рублей. Та перевела средства. Потом аппетиты выросли, и мошенник потребовал миллион. Тогда Кировчанка поняла, что ее вводят за нос, и обратилась в полицию. Подобных обманов в сети в последнее время очень много. Сегодня наш корреспондент спросил у жителей города, как можно перехитрить мошенников. Как перехитрить мошенника, если вдруг ты понял уже, что ты с ним общаешься? Поговори с ним дальше. Ну, вывезти его там на карточку. Кот в него там забрать. Чтобы он тебе денег перевел? Ну, там же можно, типа, когда он хочет сделать, создать эту передвисацию, можно сделать наоборот, что у него спишется. А ты не мошенник? Нет. Но делал уже так? Бывало. Сбросить трубку в нужный момент. Это если он звонит? Да. А если в интернете пишет? Сбросить компьютер в нужный момент, правильно? Ну, закрыть страницу. Не верить спросить, запиши голосовое. Ты ли это? Не общаться с ним. А прям сразу понятно, кто мошенник? Очень часто, да. Мошеннику очень сложно позвонить с 900 номера от Сбербанка. Мошеннику очень сложно назвать ваши правильные контактные данные. Я на вашем месте просто скидывал бы фотографию в полный рост. Мне кажется, мошенники сами бы отключались. Они чаще всего сидят где-нибудь очень далеко, в местах Нестуха, то ли удаленных тоже бывает. Физически им не страшны угрозы. Надо понять, что это мошенник. А дальше действие? Дальше действие ложите трубку, больше не берете. Ну, если мне кто-то напишет, я этому человеку лучше позвоню, чтобы убедиться, это он правда пишет мне или нет. Не верить просто. Никому? Никому. И с прищером смотреть даже на своих друзей? Нет, ну друзьям-то можно доверять, только самым близким. Кодовое слово придумать? Да. Не отвечать ему на звонки? Ну, если надо, перезвонить второй раз. Кому нужно, тот перезвонит. А если перезвонит мошенник? Ну, можно ответить, узнать, что ему надо. И сделать же какие-то выводы. Когда начнет требовать денег, просто сказать, я сделал выводы. Денег нет. Прикинуться бедным студентам? Да. Можно учителям. Я со всеми ругаюсь, со всеми лаюсь. И двери закрываю. А у меня банковской карточки нет, мне ничего не грозит. Так что я спокойно живу. Есть специально разработанные памятки? Есть памятки? Конечно, гражданам раздаем. Могу вам подарить. Просто следовать памятке? Конечно, все написано. Какие случаи, какие ситуации, какие способы мошенничества. Соответственно, и как вести себя при поступлении, смс-сообщении, звонках и так далее. Но они есть, получается, еще не у всех? Пытаемся, чтобы у всех были. У меня друг как-то смотрел в видеороли. Главное, номер карты не говорите ему. И все. У меня вот памятка, если что, есть. Вот товарищ полицейский выдали. Вы возьмите у них, сходите и почитайте, ладно? Ладно, хорошо. Если незнакомые, просто не отвечаем. Ну и ВКонтакте тоже незнакомые люди вообще. Быть необщительной? А если человек хотел познакомиться просто в следующий раз, правильно? Да. Надо смотреть ресурсы, да, там обычно, ну, явный лохотрон. То есть они, в принципе, не очень умно пишут? Да, то есть можно смотреть, если это розыгрыжи, бесплатные сыры только в мышеловке. Это, я думаю, знают даже маленькие дети. Кроме того, ну, фейковая страница отследить тоже легко, да? То есть, если там выложена фотография днем днем и так далее, да, то есть тоже можно. В общем, проверять информацию. Да.